Грузия переживает резкий рост стоимости жилья на фоне массового приезда россиян. Пик миграции соседней страны пришелся на первые месяцы вторжения России в Украину, а также на период после объявления мобилизации. Игроки местного рынка отмечают, что состоятельные россияне готовы платить больше. При этом многие грузинские арендаторы столкнулись с проблемами. Я студент. До войны с соседом по комнате мы платили 160 долларов. После прихода русских цена взлетела до 400. Без помощи родителей нам просто нечем было бы платить. По словам риэлторов, из-за повышенного интереса российских граждан в центре грузинской столицы все сложнее снять квартиру. Жилья просто не хватает. Повышенный спрос как на аренду, так и покупку недвижимости отмечается также в Батуми и других городах страны. В прошлом году эта квартира сдавалась до 800 долларов. Сейчас арендная плата подскочила до полутора тысяч. Массовый приезд иностранцев перевернул правила игры на рынке. Весной прошлого года владелец смог запросить любую сумму, он тут же находил квартиросъемщика. В сущности, так происходит и по сей день. Согласно исследованию брокерской компании TBC Capital, в прошлом году в целом по стране цены на покупку недвижимости выросли более чем на 20%, а съемное жилье подорожало более чем вдвое. По оценкам инвестиционных компаний в 2023-м перспектив для снижения нет. Что касается аренды, по нашим прогнозам увеличение будет не таким существенным, как в 2022-м, но все равно цены продолжат движение вверх. Мы также ожидаем, что недвижимость, выставленная на продажу, вырастет в цене на 18%. Аналитики отмечают, что жильем в Грузии интересуются не только недавно приехавшие россияне с антивоенной позицией, которые ищут недвижимость для собственного проживания, но и инвесторы из России и других государств. Продолжение следует...